добрый день евгения добрый день давно мы не виделись у меня к тебе такая просьба дорогая мы с тобой старые друзья но есть новички которые ну можешь ты сама себя представить чтобы я долго тебе не рассказывал это будет человеку который еще не знаком интересно интересно пожалуйста расскажи кто ты чем ты занимаешься какой проект сейчас ведешь потому что я знаю что ты занимаешься благими делами да давай благодарю касай добрый вечер я петербуржинка ленинградка коренная меня зовут евгения атаманова ну как бы что касательно возраста я еще успела побывать пионерской организации но уже не успела вать в комсомоле если вот так коротко я ну в общем да я на сегодняшний день индивидуальный предприниматель я после дан по методам создания времени антикризисным решением управление с более чем двадцатилетним стажем за плечами там стартапы больших крупных региональных федеральных проектов государства частных партнерств и политтехнолог в прошлом и журналист чуть-чуть в прошлом персональный тренер запускающих ощущать серию семинаров как меня очень прекрасным образом назвала моя теперь подруга культуролог доктор культурологии философ поэтесса специалист структурной антропологии и социологии воображаемого так как я сказочница мне это название прям очень сильно пришлось душе вот я сказочница моя сказка на литрессе ее можно найти по моему имени и фамилии просто евгения атаманова сейчас в начале июля я выложу уже продолжение вторую часть этой сказки я стараюсь участвовать гражданской жизни общественной потому что как в греции древней греции называли идиотов это люди которые просто не интересуются политиками да ну потому что вы можете ей не интересоваться но она все равно заинтересуется вами и с разных сторон это происходит и мы все видим какими методами сейчас происходит противодействие противоборство да как бы цивилизационная жизнь превратилась политику но это невозможно да мы это калиюга мы не могли избежать этого этапа для нас сейчас большое испытание и наша жизнь политика и те души которые проснулись там сейчас тоже очень серьезная идет борьба вот это и межцивилизационная и межидейная уже как бы знаете последние международные прекрасный экономический форум и в санкт-петербурге это что до этого звучало на конференции шваба о мировом правительству про все откровения которые ну просто действительно уже можно придумывать новые теории заговора потому что тебе все это говорят прямым текстом со сцены женечка ты знаешь милая что я хочу тебе сказать по ходу по ходу да давайте давайте я так берегу наш не политический канал не политический канал поэтому мне с тобой очень интересно как раз и сделать этот ролик потому что я берегу его почему потому что но ты же знаешь что сейчас конечно конечно поэтому я пытаюсь как раньше из оповым языком разговаривать чтобы обходить всякие вот эти рифы дрейфовать как говорится между скалами и айсбергами и таким путем идти чтобы сохранить канал и чтобы больше людей к нам приходили и слушали интересные беседы и поэтому я пользуюсь моментом всем хочу сказать не зажигайте костер ненависти одних другим мы человеколюбивый канал мы занимаемся как раз таки тем чтобы помочь людям чтобы было меньше кризисов у человека чтобы меньше было войн на планете мы как раз таки за это поэтому кто-то там не выдерживает и начинает эмоции свои я понимаю что многим людям тяжело и мне тоже тяжело конечно я переживаю со всех людей на планете мы же нормальные люди и поэтому не поджигайте там пожалуйста вот всякие реплики вот типа обратитесь там куда-то почему вы это не сделаете почему ну потому что политикой мы не занимаемся вот 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 я сказал сейчас конечно я же и сказала что самое главное противодействие борьба она должна происходить у каждого в душе это найти как бы духовный рост это очень индивидуальная работа она не происходит массово и под призывами я постараюсь как сказочница максимально да но моя сказка ты как раз на самом деле написано первое вот этого сервис каплёвство это про многосот тысячелетнюю войну между кощей не богатырями и разница между ними ключевая только в одном что коще это мертвые космические паразиты которые привыкли высасывать жизненную энергию из планеты и зла то они над ним чахнут а богатыри это те как задорнов прекрасно до формулировал готри богатырши это те кто научились тырить бога то есть накапливать себе жизненную силу природы а для этого существуют как раз вот эти ваши прекрасные психофизиологические практики да но как в лезвии бритвы вот тот самый главный психофизиолог знаете где на всю жизнь запомнилась этот момент когда к нему подошел молодой студент и сказал ефремов да 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 вот там главные забыл его фамилию главный герой один из главных героев физиолог очень такой весьма профессиональный герин 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 да да точно герин и к нему пришел его молодой сотрудник и сказал ура я изобрел эликсир счастья он открывает людям все что восхитительного можно открыть в мире через себя один ему сказал что подожди убери для того чтобы открыть себе счастье нужно внутри быть чистыми а у нас люди как бы не занимаются вот этой внутренней чистотой ну в общем как сказочница объяснила почему это все происходит и многое что беспокоит в окружающем нас мире как вы помните зимой с чего начиналось мое открытое письмо евгения сейчас я это спрошу мне сейчас очень интересно а как людям заниматься внутренней чистотой вот скажи пожалуйста что ты имеешь под этим виду как чистотой заниматься вот и хорошо я сейчас отвечу да ответь я просто это вдохнула не по сложности вопроса я например как занимаюсь сколько меня не гнули на то чтобы я превратился в комическую структуру то есть зарабатывал деньги на своих контентах не беспокоился самочувствия людей об их отношениях потому что чем дороже они платят тем больше и более для них больше как обычно учат чтобы человек должен за все по все равно и большую часть времени делаю бесплатно помогают и далее несмотря ни на что мне кажется что я так сохраняли свою частоту души а как еще люди могут сохранять вот им же жить надо им же надо хлеб купить им же надо там душ принять надо чтобы ванная была отремонтирована они же должны деньги зарабатывать как людям то жить как им сохранять при этом баланс между духовными и материальными ценностями знаете есть в индии хорошая поговорка легко быть святым медитируя на горе кайлаш тяжело оставаться святым торгуя на базаре мы все люди земные только птицам деньги не нужны и то что вы говорите это одна из граней очень важная грань я когда-то с ней столкнулась я ну вот таким образом 2005 году закончила карьеру успешного политтехнолога и как бы вот с тех пор не занимаюсь политтехнологиями потому что дала себе за рог что не буду участвовать в манипулировании общественным мнением в интересах неких коммерческих структур да понял 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 это очень да это очень важно да меня сразу же вселенная проверила мне после победы на этих выборах а я там была внедрена знаете как этот как пиар-менеджер агрохолдинга и это был буду обманывать людей ради корни то что обманывать их вообще даже не буду ради корости каких-то странных людей я вообще обманывать людей не буду во вторых я не буду найти вот коммерческая реклама она честнее в этом плане тебе что-то подпихивают на вот этой на блюдечке с оберточкой и в принципе там дальше уже дело твоего уровня осознанности но если ты купился значит и проиграл в этой ну вот но это честнее чем вот как бы игры на политические темы потому что это всегда социальные темы каждый человек чувствует по совести своей конечно 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 это как раз разговор совести души это по существу соответствие совести своей да да это одна из грани это одна из грани ты сказал это очень важно то что прошли некоторые люди говорят мы хотим духовно развиваться но не знают как оказывается вот просто делай все по совести абсолютно точно и да это интересно потому что вы же знаете как по вселенной происходят вот эти этапы сама и вообще себя нужно сравнивать не с другими а только самим собой прежним и вот эти изменения себя над самим собой прежним они вот от вселенной от мира от бога от создателя от света как назовите не важно но суть не меняется все время идут такие уроки и проверки а ты точно как вот это глубиной то там своего разума и души решил мне на следующий день после вот победы подходят одни из конкуренты говорят здравствуйте как бы евгений на было очень приятно конкурировать давайте вы у нас пойдете в руководство там медвежьей партии скажем так вот этой которая с таким во всей крупной области центральной россии вот так я такой очень лестно но не меня смотрят взрослые как бы адекватные как бы умные мужчины и говорят вы в адеквате вы понимаете от каких денег от какой карьеры вы отказываетесь я очень лестно но нет в общем как бы это да одна из граней и на самом деле потом приходит испытание в виде трудностей когда ты стоишь и думаешь но ты действительно тогда принял верное решение до чтобы сейчас оказаться вот в этой сложной как тебе вылезти то вообще да из вот этой воронки которые ты оказался а потом думаешь нет все таки вот это счастье смотреть себе в глаза в зеркало и не испытывать чувство желание спрятаться найти тогда поняла почему большинство моих знакомых полит технологов и крупных политиков очень сильно увлекались крепким алкоголем и даже наркотиками в 90-е и 2000-е потому что вот это желание заглушить голос совести а он же у русского человека прорывается понимаете это почему говорят что трезвого на уме того пьяного на языке вот все начинают каяться друг перед другом от татушки трататушки ну все классически просыпаются потом дальше как бы идут делают вот это тоже да как бы одна из граней если ты уже осознал свою ошибку как сохранить себя в чистоте постарайся и не повторять а еще знаете есть такой момент вот это как раз продолжение чем я занимаюсь да и сейчас все таки не там давно на эту тему звали и приглашали я буду начинать свои семинары на такую совсем не деловую тему несмотря на то что вот я там то в работе здесь там проектное управление ресурсное антикризисная после клинической смерти я очень увлеклась квантовой вот прям и я понимаю что мне хочется делиться этими знаниями с людьми о том что квантовая физика это теория волшебства если бы каждый человек осознал свою творящую силу которая заложена в него вот это вот то изначальной жизнью до которая проявляется в нашем материальном мире не только ответственность за свои поступки не только ответственность за свои слова да потому что ответственность за свои мысли и вибрации своей души да потому что иногда даже мысли могут не соответствовать вибрациям души вот как раз когда разлад совестью идет если люди пожалуйста евгения скажи пожалуйста вот те кощей которые у тебя в сказке из богатыря эти кощей у них совести нет или что или у них они у них атрофирована они оторвались от живой природы они не могут существовать не в симбиозе они могут ее только знаете использовать там есть такой момент сейчас полерну как это сейчас можно говорить их очень заинтересовала одна планета с координатами а 108 9 рукава большой галактической реки потому что на ней росли гигантские радужные дубы которые давали богатырям ту энергию до которая в общем позволяла инженерно-технической творческой мысли развиваться в абсолютно свободном поле ну скажем так и когда вот произошла там эта битва и война большая когда они захватили материк с этими дубами они так и не поняли сути и просто уничтожили все дубы и все эти материки стали осыпаны опилками потому что они пытались забрать эту энергию из древесины да так и и там препарируя так что-то с ней химически делая в лабораториях выделяя какие-то вещества ничего не помогало они не понимали что богатыри собирали эту энергию из опавшие листвы и радужных дубов понимаете и вот это ключевая разница знаете это ключевая разница это тоже что у у левшина в сказках о которых мы говорили до 1850 год русские народные богатырские сказки все о том же ничего не меняется и о том же говорил ломоносов да о тысячелетней много тысячелетней борьбе римской потом фашистской рабовладельческой идеологии против вот этого космогонического славянского мировоззрения да и при этом что очень интересно почему славянского потому что в книгу клювшина вот то же самое это очень важный момент я каждый раз на него обращаю внимание потому что сейчас очень такая полемика что значит быть русским да что значит быть славянином что значит быть еще кем-то потому что тогда вот наши предки славянами себя называли и русские князья и аварский аварский князья это кавказ и они вместе давали отпор римским легионерам очень сильно им там наваляли прям вообще очень и очень красиво отпустили примерно с такой формулировки что мы не просто как бы главного отпускаем да не просто даем ему подарки с собой мы также очень четко подчеркиваем что мы не жил не жаждем от вас мира вы сами решайте чего вам дальше делать потому что вы не можете достигнуть того уровня да как бы понимание друг друга которого понимают друг друга славянами сами делайте свой выбор и вот они там все перемешаны это интересно а тут нет вот выпала честь модерировать дискуссию на творческом вечере евгения бильченко они можно почитать в википедии удивительный человек для меня это сравнимо с образом апостола павла потому что найти я сейчас очень коротко скажу о ней она коренная киевлянка философ доктор культурологии поэт в четырнадцатом году очень сильно поверила в те идеи благого благих изменений молодежи силу того что была звездой до такой интеллектуалкой молодой стала там звездой силу образования очень быстро поняла разобралась где правда и с 15 гон на неустанно неуклонно помогает востоку новороссии пожалуйста фамилию четче скажи чтобы бильченко ее в общем ее вывесили на миротворцы ее объявили во все куда только можно на украине за ее книгу она издала в час книгу ее можно прочесть на литрес потрясающая культурологическая книга чудовищная сентиментальность либерализма все о технологиях того как расчеловечиваются люди с помощью медиа технологий это это просто знаете вот но это полезная информация для того чтобы понимать на те вот эти рычаги политтехнологические которые используются и вот на этом вечере она рассказывала о том что на сегодняшний день всех русских чаще всего называют мокша пытаясь нас таким образом принесить потому что типа сравнивают с маленьким с одним из всего лишь из маленьких этносов огромного пространства руси да и сами не понимая того во первых нас превозносят потому что сравнивают нас с маленькой частью вы знаете мы с ней потом обсуждали что это вот такая удивительная особенность наша цивилизационная у нас такая фрактальность света да в самых разных своих проявлениях потому что мокша санскрита это просветленный это второе почему они нас еще больше всех приподняли как на севере говорят когда вот хотят что-то просушить говорят положи на русь это нагретое солнцем место на подоконнике это прижигание тем более все равно это огонь нагревание да это все равно тепло и огонь и это целебная процедура ну то есть понимаете и вот это фрактальность света она проявляется у нас вне зависимости от наших субэтносов да как правильно назвать так чтобы красиво от наших культурологических традиционных особенностей и одно из самых вообще просто потрясающих стихотворений которые я у нее читала это стихотворение посвященная соборности я очень всем рекомендую там у нее страницы вконтакте и на фейсбуке на моей странице вконтакте я размещала творение там был потрясающий образ меня сразу же аналогия пришла просто апостола петра апостола павла тоже был одним из самых ярых защитников христиан да но во второй половине пути в начале пути он был одним из самых ярых гонителей он был он руководил убийствами христиан он был не просто иудеем фарисеем чтецом талмуда он был римским землевладельцем что равно ты сама по себе землевладелец и рабовладелец и вот при всем этом да в одном своем пути вот это гимн переобувание то что называется в чем ее обвиняют что она переобулась что она поддерживала тех а сейчас она поддерживает этим и это вот на мой взгляд такая важная вещь которую тоже нужно для очищения души в себе внутри проходить только развивающийся духовный человек на самом деле имеет смелость признаться в собственной неправоте в том что он когда-то в чем-то ошибся до том что он поверил в том что он увлекся и это тоже такой самоанализ это вот следующая грань духовного развития знаете своего нужно вообще развить да да конечно конечно вы смотрите действовать по совести нести ответственность за собственные мысли периодически проходить препарирующий самоанализ себя вот прям искренне и честно как самому с самым лучшим другом ну и вообще вибрировать любовью к окружающим потому что к людям нужно относиться мягче она вещи нужно смотреть ширше некоторые люди просто не драться у них есть шанс у всех еще до мысли шанс проснуться мы занимаемся этим школе у нас больше хомофутура с тем что обучаем людей страх снимать и преодолевать страх и превращать эту энергию созидательное начало дело в том что многие люди находятся в неврозном состоянии они в стрессе поэтому ими легко манипулировать кто говорит увереннее авторитет не абсолютно точно все за мной я знаю короткую дорогу именно так поэтому вот это наверное те самые ключи мы же живем мы понимаем что мы многогранном многомерном мире существуем в этом плане тоже интересный момент был когда для меня вот такое было примирение внутри всех всех религиозных эгрегоров православном храме в печорах когда я смотрела на плафоне церкви в этом монастыре там где богом данные пещеры на иерархию ангелов потому что когда вот это отец бог святой дух ангелов керувима и власти начала пределы и вот это все дальше это полностью соответствует тому же самому замыслу данного многомерного цвета материализующегося все плотнее до каким-то центром в индуизме в буддизме в этих всех древних физических науках поэтому поэтому сказка моя тоже об этом и в ней знаете такой есть момент тоже там есть космические такие законы которые звучат как волны вибрации света и звука которые приходят к нам и вот самая первая она бьет на бат проснитесь все остальное получится проснитесь потому что когда у человека просыпает просыпается душа это значит у него просыпается совесть я сейчас скажу тебе на секундочку что я понял за эти годы откуда начинается самая большая манипуляция незаметная для людей когда например человека которого ну воспитывают христианстве например или в исламе или в иудаизме или еще буддизме там и ему ему внушается очень незаметно такая фраза ты должен быть хорошим ты должен любить людей ты должен помогать ближнему и так далее так далее описывать все положительные качества а потом добавляет фразу потому что ты христиан или добавлять потому что ты мусульманин или потому что ты буддист и получается что кто не буддист тот маму свою не любит отца не почитает людей не уважает так получается автоматически потому что вот таким образом создается разделы расчеловечивания обострение отношения между разными адептами разных религий между людьми и вот данном случае тоже когда мы говорим о том что православие когда что русская культура мы тоже автоматически потому что мы русские потому что мы в россии получается кто не в россии тоже вот не может понимать что надо мать свою любить везде есть нормальные люди и не в россии конечно и не только те которые говорят по-русски но мы же это понимаем мы конечно не все это понимают некоторым кажется что например в америке или в италии или тоже греции вообще все идиоты и вообще одни своих матерей не любят и вообще там человек человеку только сверх там же тоже нормальные люди есть знаете мне вот дедушка мой дедушка он вообще уникальный человек 15 года 22 года он пошел пешком из-под владимира учиться в москву из института ушел на войну в инженерные войска ставить понтоны после разведки расписался на рейхстаге вернулся живым учился до одного из ведущих ледотермиков мира переведен на японский преподавал гидрометия каждое утро косил траву перед тем как ехать в институт рассказывал про ночное и вообще ну как бы был уникальным человеком при том что как бы у нас в семье не было машины да то есть он в этом плане был идейным до человеком и он мне всегда с детства много очень вложил мое воспитание я много времени там с ним проводила и в лексу и на рыбалке и колола дрова и на делянку ходила что там только не было он всегда говорил же не запомни бывают украинцы бывают хоклы бывают евреи бывают жиды бывают русские бывают кацапы это зависит от уровня внутренней культуры это не зависит от национальности и вот здесь я тоже как бы с вами согласна что когда выпечивается русскость да она ну при условии того что мы уже давно живем не в том мире о котором писал ключев привет вам задушевные братья со всех славянщины концов да потому что это обращалась ко всем а сейчас мы живем противодействие и мне кажется что вот если приходить с точки зрения ломоносова да вот этого космогонического мировоззрения которое альтернатива тому рабскому фашист вующему римскому материалистичному конкурирующим капитализм зло славянское космогоническое мировоззрение мы все любим свою родную мать землю что грузин что татарин что русский у нас там могилы предков у нас сады у нас дома построены нашими руками у нас построена нашими дедами нами ну вы сами все понимаете у нас всех такая чем у нас все даже религиозные праздники очень приближены к всем на а у нас у всех совпадают праздники вот наши ведические которые связаны с солнечными циклами с природой да они все совпадают но мы здесь знаете что сейчас нужно делать на внешней политике вот прям срочно нужно делать внешней политики нужно как-то отказываться от календарей которые называются по римски до январь февраль март апрель ну не тоже отказываться а хотя бы начать писать то как это называется в наших языках потому что у нас славянские сербские болгарские даже вот с кавказскими языками там гораздо больше образного понимания смысла мы просто будем лучше все снова друг друга понимать потому что мы одинако любим свою землю например июнь там как бы должно быть написано ой слушайте я не помню у меня где-то я делала эту я пришлю если хотите я потом прямо выложу под вид я под видео прямо выложу вот эту историю я прямо если записывала как инициативу которую я хотела подавать на рой вот здесь кстати давайте переходить к инициативам потому что мы с вами выбились из нашего тайминга полчаса зато это очень интересно зато это очень интересно как же думал как же духовно развиваться оказывается водка ну там больше еще как бы способов бесконечный процесс самообучения знаете вот здесь еще один важный момент надо понимать что когда человек думает что он уже все знает все видел во всем разобрался и как бы все это ему лишняя информация он попал в ловушку потому что этот процесс бесконечный до последнего вдоха нормальные люди так думать не могут конечно бывают но бывает а это люди которые находятся как раз в стрессовой ситуации и с таким образом защититься потому что они себе выстраивают жесткие конструкции базовые вот этой поддержки поэтому нужно чем не обращать внимание на ловушку уныние тоже ловушка это знаете потеря силы духа духа это сила духа это когда человек любой ситуации даже трагической помнит что надо жить надо искать возможности потому что жизнь короткая такая это бесценный дар природы который никогда не повторяется сила духа поэтому уныние конечно это я очень эту знаете вот эту мысль долго проживала потому что двенадцатом году у меня был такой личный апокалипсис от мая мне вот они точно про меня у меня прям был год апокалипсис у меня была онкология был поставлен очень такой краткосрочный прогноз и много тогда как бы информация была перечитана и вообще обдумано потому что найти знакомство со смертью свои вот так вот близко недалеко она на самом деле очень полезная штука потому что не то что начинаешь или перестаешь бояться смерти просто начинаешь ее уважать когда ты ее начинаешь уважать и вот понимаешь что такое радость жизни радость бытия и вот тогда я поняла почему мне все батюшки говорили что уныние это один из самых страшных грехов потому что и опять же квантовая физика нас окружают никак не заряженные маджоны в атоме нет материи физика вся как вы знаете рухнула окончательно бесповоротно квантовой физики доказали внутри атома только волны и вибрации там же какие-то частицы двигаются как они двигаются никто не понимает но в своей в своем движении они как бы проявляют материю частицы с точки зрения квантовой физики плюс или минус это все зависит от наблюдателя да это вот этот известный эксперимент с котом шрёдингера и каждый из нас является наблюдателем в этой своей жизни и то как мы смотрим на эту жизнь наше настроение да которое зависит от нас которое должно выбираться и строится осознанно это вот это ответственность за свои мысли и вибрации меня тоже был такой текст описала его о том что мы все являемся и генераторами каких-то волн и резонатора и вот вопрос что мы генерируем резонируем страх сомнение зависть жадность мышелоимство оказывается тоже есть такое не знала православие грех мышелоимство это когда человек все тащит как мышка вот к себе к себе к себе к себе как нам будет если мы будем так вибрировать как нам будет обратно отражать пространство которое является зеркалом просто наших вибраций потому что имаджоны не плюс не минус они просто творящая вот это как бы структура а если мы вибрируем любовью милосердием человечности как нам будет отвечать пространство а если мы еще все поймем что каждый из нас из людей это своя такого рода света звуковая волна а у волны есть такое понятие конгруэнтность да вот когда знаете что на всех случаях для зрителей кто не знает волна идет по синусоиде рядом с ней может идти другая волна вот когда у них совпадают точки апогея и вот этой штуки это называется конгруэнтность а это синхронизация а это тоже мне очень нравилось я не помню у кого я это слышал но или где-то приснилось да по поводу того что в наступление нужно идти когда нас нас строились то есть вот это опять же как бы то о чем мы тогда с вами разговаривали полгода назад необходимости соборности да и сейчас действительно происходит такой хороший этап моей жизни когда это соборность начала проявляться в реальной жизни до этого что касательно инициатив ну во первых моя инициатива которая размещена и пропустили одну все-таки модераторы на вот этой на портале интернет-портале российской общественной инициативы я тоже выложу под видео ссылку на нее чтобы можно было зайти проголосовать и поддержать это касалось оптимизации работы самого механизма этого рой потому что это инструмент нужно использовать на то как он сегодня работает это ну просто борьба с ветряными мельницами и юху осталось до февраля следующего года набрать девяносто девять тысяч триста пятьдесят подписей потому что и 100000 уже есть 650 за ну как бы лиха беда начала как говорилось мудрыми старцами дорога в 1000 ли начинается с первого шага вот это что касательно как бы инициативы поэтому я буду признательна если вы как бы из своих соратников друзей призовете обратить на нее внимание потому что ну как бы я не прошу поддерживать и голосовать ее если она не откликается по совести а если она по совести отвлекается то как бы давайте делаем что-нибудь вместе насколько она резонанс надо как вот стоит ну да насколько она резонирует насколько она конкурентно да вам знакомиться ты ссылочки оставишь я ссылочку скину да с ней можно ознакомиться для того чтобы проголосовать на российскую общественную инициативу нужно заходить через вот этот портал если через свою электронную подпись тем самым подтверждая что вы на самом деле гражданин россии и в общем как бы отвечаете за свои слова действия поступки и все такое вот это что касательно первой инициативы соборность как проявляет соборность за это время за это время я сдружилась с общественной организации я была с ними раньше знакома но я сдружилась прямо с общественной организации мир кальмиус которая занимается творительностью различной помощью данного уже восемь лет и но много чего хорошего делают и очень интересные люди там встречаются я познакомилась там с членами союза писателей с потрясающими какая-то космическая женщина не занимается благотворительностью они благотворительностью занимаются и пишут книги я вот на знакомство каким-то образом у нас погиб товарищ у нас погиб он там я пришлю данные никак не могут его из завалов после пошел на войну и погиб и никак не могут его из завала вытащить и потому что там на уровне места администрации как-то усилия проявляли потом перестали потому что но время проходит там у него дети остались очень заинтересованы помочь семье там ну потом мы спишемся хорошо да там много трагических историй и кому-то еще можно помочь и нужно не прин это нужно делать мы обязательно с вами это отдельно поговорим чтобы все эти все детали и если что-то можно в этом направлении сделать замечательно надо слушайте я только что была знаете ездила к себе на псковщину и была на родине княгини ольги в деревне выгуты невероятной высоты места старинная 15 века церковь маленькая которая осталась единственная не взорвана из того огромного храмового комплекса который там располагался прямо на берегу на обрыве псковы реки и там там есть тоже очень место невероятной красоты и силы ольгин камень это еще ранее христианская религию он был взорван когда-то в богоборчатые времена и там кладбище а там в общем 20 свежих венки могилу от рукав от руководства от матерей от сына на детей от дочери от сестер ну там невозможно не рыдать знаете когда смотришь на эти лица читаешь даты этих рождения на самом деле богатыри знаете и меня ну вот я сейчас все-таки чуть-чуть коснусь этого с этой темы но как бы образно да простите для меня потому что очень очень последнее время знаете болезненно но даже не должно на последнее время достаточно болезненная вот как мир в нас он такой многомерный так и мы люди сами внутри себя тоже многомерные существа но то есть как бы у меня где-то вот на третьем плане внизу не останавливаясь это не идут по поводу все все этой трагедии которая происходит там последние 8 лет со всеми особенностями со всеми странами но я не могу я же должна как бы здесь в работу взаимодействовать опять же мы возвращаемся к тому что легко позволить себе выдать плакальщицей когда ты в монастыре когда ты работаешь когда ты взаимодействуешь с людьми ты вот где-то просто постоянно на том уровне рыдаешь но бывают места в котором этот уровень выходит на первый план и ты ничего не можешь сделать потому что просто полчаса рыдаешь благодаришь их за их подвиг и рыдаешь мы разговаривали там я дружу с местным прекрасным мужчиной который инициативно пытается занимается проектом попытки восстановления храмового комплекса он создал с какими-то архитекторами этот макет что-то там пытаются делать ну в общем абсолютный энтузиаст светлая душа мы с ним разговаривали на эту тему и знаете вот говорили о священном подвиге по священном подвиге потому что у меня в этот момент у подруги которую когда-то еле-еле вывезли пятнадцатом шестнадцатом году и славянская после того как вот тогда отошел до разошлись фронта и оказалось серозон и все остальное так как она все время помогала там русским журналистам и и международным ей грозили большие неприятности и вывезли сюда а свекор у нее остался там и вот он сейчас после инфаркта оставшись один в деревне который происходит практически военные действия иногда вылезает на крышу собственного дома которая осталась на тот момент сейчас уже нескольких дней не выходит на связь и звонит родным чтобы сказать что жив и представьте себе какую картину он передает о том что это апокалипсис некогда зажиточный огромный поселок по которому бегут стада ревущих от боли коров потому что они месяц недоины до бездомные собаки и вот этот дедушка один из немногих там людей которые остались который держится на консервации и своим родным говорит о том что он мечтает хлебушка но укропов он никогда не возьмет потому что нельзя еду у бесов брать знаете вот как бы да я прошу прощения за вот эту историю да все поймут да и с этой стороны люди живые люди живые люди очень но есть есть среди них и откровенные знаете есть среди них откровенные демоны вот это факт вот есть потому что я смотрела недавно интервью с потрясающей монашкой наши не помню из какого монастыря она во время вот этой части боев за мариуполь они туда ездили с иконой их позвали с иконой богоматери песчанской и вот она рассказывала интервью минут 15 своих впечатлениях о том что она там видела поэтому для меня это знаете еще то что происходит он происходит на многих планов она происходит на физическом плане она происходит на тонких планах которые существуют это как электричество моего не видимо он есть метафизический план тоже существует есть такие большие вещи и в рамках которых опять же только большие смыслы и большие слова могут нам помочь я возвращаюсь к своей любимой сергея радонежский только единением и любовью мы спасемся и милосердием и милосердием друг другу и умением с друг другом обсуждать даже находясь на разных точках вот этого взгляда на ситуацию уметь друг другом разговаривать спокойно мы все люди конечно переживание это главная человечность это конечно хаса и тот самый выход потому что это для всех сейчас тоже очень сложный момент а как относиться как вот сейчас переживать это как потом замириться до человечность человечность да вот какая задача человека по жизни духовного все знают фразу душа обязана а что это такое что она делает на что планирует что туда там как бы или что по сути своей она чувствует и творит своими вибрациями в любой конфессии в любой неважно где сказано не то что вот ты особенный да потому что ты то о чем вы говорили христианин иудеи мусульманин говорили что ты создан по образу и подобию и прояви себя в этом а это и есть человечность проявлять в себе милосердие не то что там ходить вот в таком состоянии говорить о я достиг присветления потому что они это любой это любой конечно это есть способность быть готовым бескорыстно оказать помощь вот этого человечность абсолютно точно вот и про инициативе и соборность и собралась я тут за это время вот которое прошло с нашей последней встречи во первых с этой организацией во-вторых с организацией которая называется международный женский надворк клуб который знаете как вот такие сообщества существуют они существуют для расширения своих деловых связей коммуникационных связей благотворительной работы какой-то совместные совместным творчеством да и вот всем что вырастает из нахождения коммуникации с теми с кем ты можешь разговаривать на одном языке знаете вот как находятся же люди да я благодарю судьбу за то что как бы вы пришли в мою жизнь да я с вами разговариваю но как будто бы я вас сто лет знаю знаете вот это удивительно у меня тоже так же я хочу тебе помогать как ты хочешь мне помогать и мы все должны собираться помогать друг другу в этом есть суть абсолютно точно сейчас будет конкретное вот как раз практически предложение которое я бы предложила сейчас озвучить и потом как-то уже завершать потому что зрителям будет тяжеловато так долго и вот это прекрасное сообщество да но как бы международно на самом деле на сегодняшний день больше хотя одной из казахстана там есть по моему города она прекрасная женская вот у вас за спиной стоит прекрасная картине берегиня ладушка что ты помнишь спасибо я знаете удивительно но и в ту нашу седу у вас спиной тоже стояла берегиня и лада и это для меня большая честь потому что на эти женская энергия она как раз может помочь я вот сегодня мы как раз на эту тему говорили удивительно в индии во времена ганди был очень богатый какой-то мудрец индус раджа который говорил что вот на этом витке кали юге вселенную может спасти только женщина ну женщины да 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 женское начало берегиня матери вот этот архетип лады матери бабушки да вот через милосердие не через возмездие вот это эти мужское потому что это то о чем мы говорили женщины как пол имеется ввиду это вот отношения мира архетипичная у тебя тоже там картина за спиной да у меня тоже картина за спиной это тоже из моего сообщества до из прекрасного но это картина моей подруги это картина огненного коня она посвящена июню покажи покажи вот так пожалуйста на экран а вот так вот так спасибо она из коллекции танинных картин которую сделана на 22 год которые называются благородные звезды выглядит она вот так вот эта коллекция и если интересно я попрошу у татьяны выложу под руку все вот эти прекрасные картины потому что здесь 12 сейчас будет очень долго если я буду так показывать конечно интересно пожалуйста с удовольствием да потому что они кстати найти вот татьяна пономарёва она известный петербургский художник потомственный декоратор постановщик крупных мероприятий при этом найти как бы очень с вами схожи вот этой потоковой живописью потому что то что я вот от вас слушала ваш интервью про то как вы пишете свои картины да это похоже на то что она объясняла мне про про как раз древние знания про цвет да это вообще отдельная история и я может быть даже с удовольствием вас познакомил мне кажется будет очень интересно очень благодарен да 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 будет вам очень интересно пообщаться вот и значит в этом в индии этот прекрасный раджа создал тогда создал центра духовно образовательные в которых как бы и учили женщин и женщина потом как проводники вот с такой материнской позиции архетипом принимали там и мужчин и женщин это было неважно поэтому в этом есть особенность женских network сообществ женских таких сообществ и мы они предложили мне как бы стала резидентом этого клуба и они предложили мне развивать историю с общественными инициативами конструктивными и на сегодняшний день мы приступили к разработке пока не готова чем мы понимаем даже формат этой инициативы он должен быть разным потому что вот так же самый механизм рой он не позволяет полностью раскрыть идею ну мы знаем некоторые абсолютно объективные каналы которые существуют на сегодняшний день это агентство стратегических инициатив там регулярно проводятся да как бы разные разные мероприятия и вообще открыт практически постоянно набор любых конструктивных гражданских инициатив по разным темам по всему остальному а суть инициативы и почему я говорила как раз вот о нашем возможным конкретном до таком сотрудничестве в рамках нового дела это проект которым я давно загорелась это давно у меня есть подруга которая работает фонде алишера усманова который занимается помощью слепым детям и в общем как бы и взрослым потому что очень много особенностей до у людей ограниченными возможностями и не только в силу да вот этих объективных которым всем известно но мы тогда дайте для меня это по новой раскрылась о том что существует для российских детдомах такая проблема дети выходя они в принципе достаточно поддержана государством с точки зрения предоставления квартир каких-то стартовых капиталов но они абсолютно не подготовлены к жизни потому что у них в рамках вот этого воспитания до социо на которое происходило у них не было строгого родителя и вот знаете такая они не подготовлены жизни они не понимают какими профессиями реально они могут заниматься их очень легко обвести мошенникам да как бы ну то есть существует такая проблема да как бы адаптации в обществе при этом на сегодняшний день мы понимаем что у нас есть теперь и другие дети у которых другая проблема других детдомах с той части украины которые очень рано видели смерть им еще тяжелее до адаптироваться и потеря близких и все остальное и при этом мы все живем на сегодняшний день опять возвращаясь к вашей прекрасной кстати как же сейчас вот выживать потому что всем нужны деньги на то чтобы покупать хлеб кормить детей до покупать детям часто нужно менять обувь у них очень быстро растут ноги но вот эти все простые человеческие потребности а вот все идеи подобные да даже самые красивые по каким-то фондам центром они очень часто захлебываются потому что они работают на механизме благотворительных фондов которым люди на своей инициативе в свободной от работы время этим занимаются данной энтузиазме но возникает администрация определенная определенная бюрократия определенные уже совсем другие так и это тоже разные грани и разные грани и вот и да и в силу того что я работала директором по стратегическому развитию государственном частном партнерстве который занимался разработкой региональной информационной системы глонассовской для наземного направления я была внутри вообще этого механизма я абсолютно уверена что подобные инициативы должны реализовываться исключительно формате государственно-частного партнерства да когда это то о чем кстати президент говорил там на многих своих обращениях к советам федерации на самом деле как бы не только совет федерации но и к народу всей нашей многонациональной страны о том что как бы нам необходимо поддерживать гражданскую инициативу нам необходимо создавать механизм на ее реализации ну почему бы не попробовать предложить государству сказать давайте вот мы предлагаем сделать следующую вещь в качестве инициативы мы предлагаем в одном регионе взять и отработать рабочую модель которую можно платить и потом масштабировать на все другие регионы которой мы даем свою свои творческие интеллектуально-профессиональные активы до вкладываем в это дело государство дает нам финансирование и таким образом проект создается за счет местных архитекторов местных строителей из местных материалов психологам платится зарплата мастерам которые показывают знакомят их свои своим делом столяры кружевницы ну все что угодно людям же можно найти вот эта идея создать такой стационарный передвижнический центр по аналогии с тем что сделали художники передвижники конце девятнадцатого века да когда поехали образовывать детей в самых отдаленных местах провозя выставки картин через вот как бы окраины страны здорово наоборот привести детей сюда с погружением на там 35 смен ну как бы как получится то есть вот здесь нужно как раз разрабатывать с помощью и ваших рекомендаций с точки зрения психофизиологии и всего того огроменного опыта и багажа знаний которые есть у вас за все эти годы с методом ключ то вы понимаете как людей вывести из сложных на ситуации и повернуть их в творческую сторону и вот такое место улицы жизни в которой вы приезжали дети где они могли бы познакомиться приобрести полезную информацию о возможных путях дальнейшего развития после выхода из своих специализированных учреждений получить конкретные рекомендации пакеты даже документов вот вы хотите работать потом самозанятым вот вам образец пакет забирайте и п вот такие то особенности здесь вот такие то особенности здесь какие профессии вы можете пойти и получить не уходя в вуз и не пытаясь конкурировать с золотой молодежью за места в банках да вы можете стать потрясающими поварами пригласим на встречу людей которые достигли в этом успеха настоящего успеха за счет своего труда и мастерства и таких же может быть очень много и практика вот которую можно взять из того лучшего что было пионер лагерях и домах творчества юных и песня у костра и разговоры на важные темы и игры в лапту и пионер пол и общение между собой это же можно на самом деле помочь людям знаете вот как бы после этого найти себя в этой жизни а это наш вклад в народосбережения и в ту самую демографию которая на сегодняшний день не озвучена одним из главных приоритетов может быть просто наши наверху там ну как бы они слишком заперекратизировались а я как бы найти когда у меня вот была работа много с представителями и исполнительной власти законодательной власти я много насмотрелась на проблему вот эту которая хорошо описана у шварца в убить дракона ты когда входишь в систему очень сложно дайте таким вот войти из светлячком и сказать о я сейчас вот на этой большой идеи как бы вас всех здесь переверну и вы пойдете за мной да нет там просто активно чиновники ничего не делали знаете вот лишь бы ничего не делать лишь бы мне не прилетела сверху лишь бы я чуть плохого но как бы лишнего не сделал это боязнь каждого шага у нас к сожалению и это надо признать и об этом можно сказать хотя бы намекнуть культивируется чувство недоверия к человеческой сущности с одной стороны библии написано человек создан по образу своему подобию то бишь как творец а с другой стороны у нас нету и нигде и нигде трендом не делается востребованность человеке творца не делается потому что у нас в основе своей религии там пусть меня поймут правильно потому что я ни в коем случае не критикую никакую религию никакую абсолютно точно ко всем с уважением у нас презумпция виновности к человеку что изначально полагают что он грешен что если дашь ему свободу он начнет и свет на красный переходить там что нельзя ему доверять это изначально закладывается а вот это кстати хасай это то о чем прекрасно рассказывает кургинян в своих выступлениях особенно это было когда он рассказывал про смысл достоевского да вот этот архетип того значит вот этого архитектора который с тех самых времен пытается убедить человечество что человек свинья если дать ему свободу он просто будет хрюкать поэтому он не достоин вот этого отношения и противовес того самого космогонического мировоззрения ломоносова с величайшей ролью творца и здесь очень важный момент который сейчас происходит художник как таковой он то в пьяницу превращается то еще чего то потому что власти художника они в очень сложных взаимоотношениях потому что власть всегда боится свободного художника потому что художник подчиняется высшей власти он подчиняется чувству разума и чувству гармонии местная власть она собственно из людей состоит из организации состоит это немножко поэтому художник вынужден себя деградировать вином там или еще чем-то чтобы снижать знаете не все художники такие на самом деле вы же прекрасно знаете что человек гармоничный внутри человека гармония внутри вокруг него тоже как бы красиво это тоже такая хорошая поговорка может быть бедненько но чистенько зачем же вот мне тоже очень понравилась сейчас притча прекрасно про жили на свете один художник один музыкант они много учились и познавали свое искусство для того чтобы нести красоту людям и радость и вот они учились учились потом они пошли по городу и встретили странную женщину слова плахматую которая била половником по пустой бочке говорит что ты делаешь зачем ты шумишь мне в этом слышится симфония баха вы просто не доросли до моего уровня они пошли в недоумении дальше потом они увидели человека который берет грязь из лужи и бросает ее на холст и все вокруг измазывает этой грязью подожди что ты делаешь я так вижу смысл бытия я его изображаю на это мое выражение вы просто не понимаете я не помню откуда вот это честное слово нет я помню помню это юрий ларичев не так давно размещал вот этот автор веда славянский прекрасный философ из черновцов с украины невероятная книга про рунный полевой геном тоже всем очень рекомендую сайт rustimes.com там выложена его книги для свободного доступа и и вы знаете вот в этом смысл того что одни учатся одни идут в искусство для того чтобы дарить людям красоту и гармонию а вторые просто для самовыражения это беда современного искусства это симулякор как говорил станислав шутка она такая на грани привольностиками кости тростишь и искусствоведов группа тихо восторженно глядит на холст и вдруг один седой и строгий отчетливо сказал ну вот с юмором юмором конечно да поэтому конечно же найти вот этот очень важный момент у меня на сегодняшний день даже есть определенные надежды на изменение лучшую сторону это то что идет дискуссия об отказе от баллонской системы в рамках которой конечно же необходимо чтобы было прилюдно признана ошибочность вот этой фурсовской знаменитой фразы о том что мы должны отказаться от принципов советской системы образования человека-творца и воспитывать и воспитывать и воспитания и просто образовывать квалифицированного потребителя который будет пользоваться творчеством других он вообще все съели эту фразу никто не понял что что отвели нашим детям если они не творцы если они потребители творчества других то они просто целевая аудитория как покупателей и и это тоже вот та цель которую как бы преследует в себе проект улицы жизни в общем как-то с других сторон посмотреть знаете вот это тоже давно я задумалась на эту тему много разных предметов школах да и вузов на мой взгляд там давным давно не хватает знаете вот мы когда училась не было много разных историй еще в школе и история цивилизации и история гордарика отдельной истории руси история санкт-петербурга отдельно новейшая всемирная очень много историй естественно мировая художественная культура и мифы и легенды древней греции а вот мифов легендов легенд славян и других народов проживающих на всей нашей огромной территории почему-то мы не изучали а мне бы хотелось чтобы они были в программе а мне бы хотелось что программа если уж не базового образования дополнительных школ появились предметы человечности чтобы с детьми разговаривали о том что такое честь что такое достоинство на что такое дух что такое воспитание воли что такое мужественность такое женственность не противопоставляя а вот просто разговаривая об Я не могу иногда ко всем уж относиться благожелательно, вот это как раз по поводу демонов, потому что, на мой взгляд, люди, которые проповедуют то, что дети в пять лет должны заниматься выбором собственного гендера, не ставя родителей в известность, и участвовать во всем этом в Содоме и Гаморе, просто потому что это все с блестками, с шариками и со всем остальным. И это чудовищно. Я думаю, что люди это понимают, это просто люди, которые находятся в каком-то смущенном состоянии ума. Их очень много, согласитесь, это большая беда. Это большая беда, и, ну, как бы, конечно, это люди неадекватные. Как может быть адекватный человек, вот, он понимает, адекватный человек знает, у ребенка вот вся гормональная внутри система строится в кубертатном периоде. Это у нас сколько там, с 11 до 18 плюс-минус, да, и это период того, когда человека швыряет, кидает. Это все проходят это, это период молодежного, как бы, становления. У нас в этот период гормональный взрыв, мы то в субкультуры, то в какие-нибудь рокеры, то в какие-нибудь поэты, лирики. У всех в разное. То с гитарами, то на мотоциклах. Всегда это было. И всегда так будет. Поэтому каждый раз идеологический враг каждый раз нацеливает свое самое вот это оружие всегда на это поколение. Каждый раз внушая им, что вы самые умные. Вы вот единственное поколение, которое самое умное. Вот все, кто были до вас, вот они все, как бы, они просто не догоняют. И это внушается через музыку, через фильмы, через книги, через предметы в школах, которые были по соросовским методичкам, да, как бы, сделаны. Через слом образования и истории, когда Великую Отечественную войну изучают по нескольким страницам, литературу Толстого, «Войну и мир», краткое содержание Анны Калининой. Есть более глубокие еще вещи, кроме этой идеологической информационной части. Например, 45 минут урок для ребенка первого класса и потом постарше, постарше, 5 уроков по 45 минут. Это же с ума сойти может. Ну да, это же вот мы не задумываемся, потому что есть очевидные вещи, к которым мы привыкаем, и кажется, что так оно и должно быть. На самом деле, ну как можно? Часть детей, не выспавшиеся, тащились в школу по 45 минут, по 3-5 уроков, причем в неподвижной позе. Ну это же вообще невероятно. Ну многие учителя были прекрасные, как говорится, человек от Бога, или хирург от Бога, или педагог от Бога, которые были на своем месте и боролись с этим. Я помню, вот Миша Щетинин, он как раз-таки сделал по 20 минут уроки и большие перерывы. Да, и они все стали такие успешные дети. И потом пошла школа Щетинина. Ну в конечном счете там тоже начались какие-то процессы. Ну зарубили это все. Я же знаю этих прекрасных преподавателей в силу своего возраста. Мы дружили все и так далее. Я хочу сказать, что очень много подводных камней, которые пока еще просто не проявлены. Мы пока просто говорим о том, почему учебники плохие, почему так. Да, на самом деле очень много камней, которые надо изучать. И вот это вот пока действительно человек над собой не задумается, искренне с собой не поговорит, искренне с собой не поймет свои мотивы, что он и зачем делает. На самом деле все зависит от того, чтобы человек был на своем месте, найти свое место под солнцем, чтобы он открывал свои способности, открывал свои таланты, вопреки всем обстоятельствам, потому что именно тот генетический задел, который у него уже есть, ему легче в этом сосредотачиваться, легче в этом развиваться, легче совершенствоваться. Зачем его переделывать, если он, допустим, родился музыкантом по природе своей? Зачем из него делать не музыканта? Инженера, согласна. Инженера, да. Да, безусловно, касая вот эта необходимость предоставления возможности обретения счастья в самореализации, да, в труде или в творчестве, это, наверное, должна быть главная цель вообще всего образования, которое включает в себя и воспитание. Такие задатки есть, и помогать людям должны, а не мешать в этом. И как раз-таки общее образование должно быть, конечно, у всех. Доступное, бесплатное общее образование. Без этого нет. Конечно, конечно. Возможно, здоровье. Я хотела подчеркнуть мысль, которую вы сказали, очень верную, да, потому что сейчас важно не просто определить, что не так, да, кто виноват. Очень важно определить, что делать, а вот это, что делать, необходимо, чтобы определяли профессионалы, потому что нельзя просто, знаете, сказать, мы отказываемся от баллонской системы и возвращаемся просто в советскую. Это вот то, о чем вы говорили, да, необходимо взять, ну, есть же у нас прекрасные специалисты, и психофизиологи, и педагоги, люди, занимающиеся глубинно давно, да, там, детской и юношеской психологии, объединить эти знания и больше не ждать того, что нам, министерство образования, спустит сверху какие-то гениальные решения. Да ну их, давайте сами напишем и отправим им в качестве гражданской инициативы. Но им же, правда, будет гораздо сложнее сказать это все чушь на конкретику. Когда мы просто их критикуем и говорим, вы это не делаете, вы то не делаете, вы здесь делаете недостаточно, им проще отмахнуться. А когда мы говорим, ребята, мы понимаем, вы были заняты, более важные вопросы, а мы тут, вот вам предлагаем. В этом и есть суть тех самых конструктивных общественных инициатив, о которых мы с вами разговаривали и полгода назад, и говорим сегодня, и я как бы, ну, вижу по вашим всем словам и ответным реакциям, что мы с вами еще больше синхронизировались на эту тему, о том, что, как бы, знаете, усложнились времена. Мы когда с вами тогда разговаривали, мы тогда только говорили о том, что ни в коем случае нельзя допустить столкновения на улице, кровопролития, потому что за кровопролитием всегда идет возмездие, за возмездием новое кровопролитие, это бесконечный круг зла. И вот, к сожалению, Рерих же в 30-е годы по всему миру ездил и трубил, ребята, давайте объединяться через культуру, иначе нас ждут чудовищное вообще, как бы, последствия всего этого. Он создавал этот свой прекрасный институт УРУСВАТИ, в котором объединял между собой представителей науки и культуры, потому что для того, чтобы появилась вот эта новая система образования, нам на самом деле нужно, вот как очень раньше мне очень нравилось, как Ковальчук говорил на эту тему, наш вот президент Курчатовского института, о том, что необходима синергия наук, и действительно, когда же мы, наконец, объединим все наши знания и гуманитарные, и технические, почему мы забыли, отодвинули необходимую такую важность. У нас вылезло за все эти последние годы финансово-экономическое образование. Вот, понимаешь, у нас есть огромное количество специалистов, которые могут объяснить, почему такие, как бы, экономические последствия у кризиса, и огромное количество банкиров. А я в определенный момент, знаете, работала однажды на экономическом форуме пару лет назад на культурной программе одного из банков. В какой-то момент, когда вот мы долго общались там с банкирами, в такой уже формате вечерней, да, банкета, и так я устала от вот, как бы, вот этого выпячивания банкирства, что я просто говорю, уж извините, я вам расскажу анекдот. Он говорит, ну, конечно, да. Я говорю, знаете, взять кредит – это то же самое, что написать зимой в штаны, вначале тепло. И мы потеряли, вот, знаете, вот за этой беготнёй, за какими-то сиюминутными ценностями «купи новый телефон», «выделись через одежду», да, как бы, там, ещё что-то. Это должен соответствовать этому. Особенно это всё на молодёжь. И это такое затаскивание людей в то самое ростовщичество, да, которое, что мне нравилось, да, как бы, в советских энциклопедиях, являлось, как бы, ну, прямо называлось одним из методов порабощения, да, как бы, человека, потому что это лишение его свободы. Есть другие практики, да, как бы, и касса взаимопомощи, и всё остальное. Это просто не значит, что человек не может взять кредит на каждую прихоть, но он более ответственно относится к потреблению, знаете. У нас наши авоськи вдруг стали трендом «нет это время назад», только когда они, там, пять лет назад, Гуччи дошло до экологичного потребления, да, и стали эти наши авоськи продавать за какие-то немереные деньги. А у нас вот в то время и авоськи были, и стеклота раздавалась отдельно, и помоек такое количество не было проблем. Ну, то есть можно как-то пересматривать вот это всё, и пересматривать нужно социально-гуманитарными науками вместе, и, знаете, нужны науки об обществе, нужно, чтобы была психофизиология общества. И вот в целом необходимо, конечно, предлагать комплексную программу решения. И давайте объединяться, давайте вместе писать учебные планы, программы, придумывать, писать эту инициативу, и рассчитывать на помощь наших зрителей и аудитории. Конечно, конечно, вот мы и делаем эти попытки. Вот мы сейчас и говорим об этом. Как раз-таки мы эти попытки делаем. И мне кажется, что надо объединяться именно предлагая что-то полезное уже людям. Потому что когда сейчас говорят постоянно вернуться к социализму, не отдают себе отчёт, что в социализме были и туалеты школьные, которые дустом мазали. Дустом мазали, а дуста нельзя, оказывается, мазать. Ну, разное было. И прекрасные преимущества социализма. Конечно, нужно брать лучшее и адаптировать под... И адаптировать лучшее. Да. И убирать недостатки. Ну, так механически брать сейчас то, что было, и переводить сюда в эти условия, ну, это глупость, конечно. Я вот это и хотела подчеркнуть, то, что вы говорите. Невозможно войти в одну и ту же реку. Тем более это глупо, когда ты точно знаешь, где там лежат брабли, снова на них наступать. Конечно, надо перерабатывать творчески, аналитически перерабатывать, соединяться, общаться, людям выходить. Объединяемся. 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 Спасибо. Ждем ссылочки, чтобы мы разместили в нашей... Сейчас в нашем ролике. Да, пожалуйста, пришлите эти ссылочки. И мы начнем грузить это в Ютубе. Пусть все посмотрят. И наши школы чек будущего, Homo Futurus, тоже все посмотрят. Комменты, пожалуйста, напишите, друзья. Да, передавайте. Я у себя на канале тоже размещу и во всех соцсетях. И, в общем, да, помогаем друг другу, поддерживаем. Конечно, конечно. Соборность. У нас уже непростая встреча. Мы уже в прошлый раз говорили, уже полгода прошло. И вот сейчас, чем тяжелее жизни, тем больше и больше нам надо встречаться. Надо встречаться, обмениваться полезностью, предлагать что-то конструктивное, полезное предлагать. Ну и сохранить таким образом в себе человека. А как же? Иначе станем исполнителями. Абсолютно точно. Помнить о своей ответственности человека-творца. Перед всем пространством окружающим. Вот именно, да. Спасибо тебе. Спасибо большое. Всех благ. До встречи.